Шма, Исраэль, Адонай, Элоэйну, Адонай, Эха. Итак, знаете, я очень рад вообще вот этому времени. Вы знаете, как Валентин и Олег сказали, что как-то такое странное состояние, да? Там произошло, а тут догнало нас, как будто Пятидесятница нас догоняет. И в еврейском календаре эти вот события, празднования Господня, они удивительны. Мы праздновали почти месяц назад Шаваот, и это было радостно, весело. И сейчас вообще восточное христианство и некоторые наши партистанские общины, они будут праздновать Троицу. Некоторые называют это Пятидесятница, некоторые это Зелание Святого. Как бы ты ни называл, я хочу сказать, что это интересно, потому что мы сейчас почти больше месяца мы говорим о Личности Духа Святого. Почему? Зачем? Что происходило? Где это происходило? Что-то вообще нужно? И вот я как обещал, что я закончу вот этот цикл, да, о Пятидесятнице, от Шавота до Пятидесятницы, как раз вот с событиями на Пятидесятницу. То есть что-то такое. В незапамятные часы религия была вне закона. И на государственном уровне все было под строжайшим запретом, вплоть до тюремного заключения. На официальном уровне нашей страны, бывшей страны под названием СССР, для других стран мы все были свободны. Мы были в демократическом обществе. Были соборы, были православные церкви. Не так много к сегодня, но были. Были католические церкви, были даже как бы официально в Москве и в некоторых других городах, дома молитв, верующих ЕХБ, да, христиан веры евангельской, вот, или же, можно сказать, христиан-баптистов. Это было нормально. Были в городах ваших синагоги, некоторые мечети. Но в общем картина для мира была демократическая, но внутри страны все было под запретом. Внутри страны ты не мог ни шагу сделать, ни вперед, ни назад. Даже, как вот Татьяна недавно вспомнила, она хотела быть кулинаром. Когда вот мы были сейчас в Белгороднестровске, там было водное погружение в общине Ахава-Яшуа, и там наши сестры там приготовили десерты. Таня говорит, я хотела быть кулинаром. И втихаря от мамы пришла, заполнила документы в училище, на, так сказать, или в технику, на технолога, все. И когда проходила там всю эту анкету, там был выбор такой, партийность, то есть комсомолец ли ты. Она пропустила. Ее задают вопросы, а почему ты не заполнила эту графу? Она говорит, сейчас допишу. Раз, и больше туда не пришла. Почему? Потому что она не могла написать, что она верующий человек, потому что оттуда начинаются все, можно сказать, преследования. Там уже начинается погром, как бы, знаете, со всех сторон. И поэтому коммунисты своей пропагандой смогли добиться ненависти населения к любому проявлению богоискания. К любому богоисканию. И сразу унижали. То назвали, если так спокойно, то сектанты. Сектанты подходили все. От евреев до православных. Все были сектанты, те, кто говорили, что что-то есть там выше, Бог, вот и все. А когда хотели чуть сильнее нажать, называли либо баптист, либо штунда. Ну, штунды такие, знаете. Когда не понимали, что это за слово, ну, честно, они не понимали. Но это было от немецкого время. Как определенное время было молитвы. Это в основном протестанты делали, которые жили, были приглашены Екатериной и в царское время. И они в определенное время делали библейский урок. Штунды, так они говорили. Вот как раз на час. И вот состояние такое было очень серьезное. И самое страшное, конечно, когда тебе могли уже унизить и так вот сказать, это что ты пятидесятник. Вот это слово уже было совсем... Не, ну, баптист это как бы еще так. Ты как где-то там, ну, как бы еще культурно так вот. А вот ты пятидесятник, это что такое? Это ты что, шпион? У вас что, все нормально? У вас все хорошо? И уже на заре пробуждения, скажу так, в девяностых, слово пятидесятник было как бы так вот, уже более умеренно. Делали собрания, делали евангелизации. Но самое страшное пришло в девяностых, это то слово, которое называлось еще хуже. Еще хуже. Хуже, чем пятидесятники. Знаете, что это? Нео-пятидесятники. Вот, вот, вот. Нео-пятидесятники. Когда я вспоминаю вот это слово нео-пятидесятники, мне как бы так вот... Есть фашисты, да? Но это плохо. Знаете, вот очень плохо фашисты. Вот неофашисты, это что-то, какая-то гремучая смесь, не знаю, что... Ну, культурные люди, но с какими-то извращениями внутри, да? Вот это какое-то новое название. И вот это нео-пятидесятничество такое, оно как бы стало клеймом. Даже сами пятидесятники боялись их. Боялись, потому что страшно было впасть в такую ересь, что происходило на тех стадионах, на тех ситуациях, где людей, как бы, они все начинали танцевать, петь, восклицать, когда они начинали изгонять бесов, и люди падают, и все остальное, как бы. И такой, еще, не дай Бог, еще попасть, перейти от пятидесятников, нео-пятидесятников, которых называют сегодня харизматы. Знаете, советские фильмы, когда описывают, вообще они описывались молитвы пятидесятников, потому что я смотрел некоторые из них, потому что я попал, когда в армию, мне преследовали очень-то это все, и когда включили какой-то фильм, то ли я назвал «Секта», то ли что-то еще, и когда папа пытался объяснить девочке, за ее грехи, где нам будет, он взял эту куклу, и пошел на конфорку, зажег ее, и эти говорят, вот это вы, вот это пятидесятники. И знаете, такое слово, это как клеймо, страшное, страшное слово. И вот, знаете, пока я не был крещен Духом Святым, я пребывал среди таких пятидесятников, у которых, как бы, в фильмах показывали, они говорили так, посмотрите, что у них происходит. В какой-то момент эти сектанты потихоньку приходят в дома, начинают молиться, и вдруг в какой-то момент, они попадают в какое-то состояние психоза, транса, их начинают просто горебить, трясти, они начинают кричать на каких-то языках. Вот это безумие христианства. Я, как бы, побывал на таких собраниях, пока не был крещен Духом Святым. Для меня это было немножко странно, тоже, но все же, ну, можете представить эти фильмы, которые были в советское время, но, когда пропаганда уже современная, как бы, история, мы это уже проходили, да, многими событиями, которые на стадионах, и так далее, представьте, что они описывали. Они описывали это вообще глазами мирских людей и нерожденных свящих людей, и особенно этому противостояли люди, которые просто набожные стали. Мы думали, что мы вообще-то, как бы, так в своей молодости сильно-таки крутые пятидесятники, знаете, мы думали там, мы идем на евангелизацию, людям проповедовали, мы на улицах людей, как бы, возлагали руки на больных, они исцелялись, мы там думали, что мы крутые, пока мы не попали в Америку. Знаете, мы думали, ну, что, теперь надо Америку спасать, ну, мы же, мы же страдающие пятидесятническое подпольное движение Советского Союза, что нам еще будет? Потому что наших братьев в тюрьмы сажали, за что? За что? За то, что они молились, за то, что они ходатайствуют, за то, что там вот это движение, духа поднимали. И вот, что нам, эти американские пятидесятники могут нам дать? И вот однажды нас пригласили, мы только приехали в Америку, и нас пригласили в афроамериканскую пятидесятническую церковь. Мы пришли, ну, нормальные, как бы, люди, вот разобщаемся, говорим с людьми, они такие, приветствуют, такие хорошие, улыбаются, и такое, знаете, вот, вся душа, интеллигенция, одеты красиво, особенно, вот эта афроамериканская культура, они красиво, модно одеты, с такими шляпами, знаете, здесь женщины, вот это, мы в фильмах это уже видели, да, такое, вот, и момент такой, они собрались, там, они приветствуют друг друга, аллилуйя, слава Богу, Господь жив, мы пришли, таких, стоим, такие, мы же тоже пятидесятники, они свободны от коммунизма, мы были под коммунизмом, то есть, мы как бы уже все пережили, что же они могут, вот нас, чем нас удивить, да, пока не началась музыка, и тут началось, я скажу так, тут началось, и гаспел пошел, и джаз, и восклицание, и вдруг они так, все вместе начали по кругу, побежали такие, захватили Танину сестру Олю, Оля такая, Таня, спаси меня, и мне страшно, ну, эмоции, мы, вот такого пятидесятничества, мы не ожидали, как они там танцевали, наши, вот наши, наши хороводы, тоже отдыхают, друзья, мы не дотягиваем до того состояния, в которое попали эти нормальные, цивилизованные, взрослые, ученые люди, которые профессора, которые доктора, которые, ну, адвокаты, да, с ними нормально, как раз там было общаться, до того, как началась музыка, вот понимаете, а потом начались языки, а потом начали восклицание, потом начали потрясение, потом кого-то там начинает дергать со всех сторон, знаете, и он, и вот состояние, и знаете, вот такой, у нас, для людей, сразу клеймо, пятидесятники, вот собрание, церковное, было нормально пока, знаете, и все же, что же завтра будут люди праздновать, вопрос, знаете, вот, хорошо, что, как бы, общий, праздник отметили, как троица, ну, совсем не страшное слово, но если бы сказали, пятидесятница, сразу, как будто, вот, пятидесятница наступает, тихо, ша, закройте уши, сейчас начнется, знаете, что же это слово значит, это вообще-то страшное слово, ужасно, настолько страшно, что его произносить вообще нельзя, настолько страшно, что боятся этого слова, начальства поднебесной и небесной, земных и преисподних, это слово с греческого, просто пристегнитесь, означает пятьдесят, но очень страшно, пятьдесят, страшно, чего вообще нам бояться этого слова, потому что в греческом языке пенто это пять, пятидесятница, как бы, пятьдесят, и в основе этого понимания, вот, слово пятьдесятница лежит, праздник Господень Шаваот, Шаваот, это время, вот, отсчета, время дарования закона, через пятьдесят дней, по исходу из рабства, после того, как кровь Агнца была нанесена на косяки дверей, в Египте, и ангел Господень прошел мимо, оттуда, от исхода, прошло пятьдесят дней, где Господь дал Тору, день Пятидесятницы, в, я уже говорю, в Деяниях Апостола, то, что празднический завтра будет праздновать христианство, некая-то Троица, да, вот это, сошедшее Духа Святого, но на пятидесятый день, то есть, день Пятидесятницы, на Шаваот, это тот же праздник, и с тем же умыслом, там ничего нового не было, а дня Моисея, Моисея, да, то празднование, оно не изменилось, до, вот как раз, вот четыре тысячи, там, или там, две тысячи лет с лишним прошло, да, и ничего не менялось, вы должны понять, это ничего другого не происходило, они так же само праздновали, это, это во время, Моше, так же само, как и во время Ишуа, это была Пасха, пасхальное собрание, да, во время Ишуа принес себя в жертву, то есть, добровольно он лег на крест, он умер и воскрес на третий день, и потом, через пятьдесят дней, сто двадцать чучеников переживали радость святого духа, где, настолько было это интересно, что привело к началу мессианского движения в Иерусалиме, Самаре, и до сегодняшнего дня, так что это продолжительное время, но давайте я хочу вас вернуть, как раз немножко назад, к правилам Шаваота, потому что там что-то изменилось, мы помните, мы говорим, вообще помним, что если Пешуа воскрес из мертвых, после Песха, потом сорок дней он с ними провел, через десять дней было в Шаваоте, да, по математически это все нормально, как бы получается не пятьдесят, а чуть больше, какая же здесь нестаковка, в какая ситуация, я хочу вам показать одну вещь, Левитам 23 глава, 15 стих, отчитывай себе от первого дня после праздника, от того дня, который принесет в сно потрясение, семь полных недель, и я хочу, чтобы вы потом поняли, о чем я говорю, до первого дня после седьмой недели, отчитывай пятьдесят дней, и тогда принесете новое хлебное приношение Господу, важно здесь заметить, что здесь приходят изменения, если мы говорим о пятьдесят дней от исхода, тогда по математически у нас какой-то нет, от Песха, да, что-то не получается, но здесь, когда мы читаем, что 14 стих, ни хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих колоссиев, не ешь до того самого дня, пока не принесешь этой жертве Элохим нашему, то есть Богу нашему, это устав вечной роды ваши, во все места поселения вашего, и отчитывай себе от второго дня празднования, то есть праздник, один из праздников есть Шаббат, в других переводах говорится, отчитывай эти дни Омера, на, как бы, первую, от первой субботы после Песха, от первой субботы после Песха, отчитывай пятьдесят дней, что же это нам дает? Знаете, этот праздник, это мемориал Божьего закона, буквы и духа, и вот момент, что Ешуа, он как Агнец Божий, умер во время Песха, оставался в преисподней, не нарушая субботы, да, а теперь Пятидесятница, через пятьдесят дней после воскресения, после окончания субботы, вы поняли, нет? Бог изначально, когда говорит об исходе, мы привыкли, что от исхода, пятьдесят дней, Бог дает нам Тору, и потрясение, и была земля, наполнилась звуками, трубами, гром, и народ стоял в ужасе, смотря, что будет происходить, и Бог в это время дал нам Тору, ну, мы понимаем, что произошло на день Пятидесятницы шум, как бы люди полохнулись, как бы, ух, что-то такое, что-то подобное, да, вспомнишь, что, мы помним, что предаяние Торы происходило, мы также помним, что происходит в дни Пятидесятницы, но Бог не называет этот день, вот от счета Мэра или Шаваот, праздником Торы, почему? Потому что, говорит, после Песоха, после первой субботы, отчитывая пятьдесят дней, и тогда этот праздник будет называться именно приношением, приношением снопа, или потрясением перед Богом снопом, это немножко другой праздник, хотя мы уже привыкли праздновать и Тору, и вот сам Омер, да, как одно целое, но на самом деле здесь очень важно понимать, что Ишуа исполнил все по Писанию, все произошло по Писанию, и Бог делает изменения по причине, потому что Он знал, что будет происходить потом. И вот момент, я прекрасно понимаю, что каждый, кто приходит на собрание, особенно такие необычные собрания, где происходит излияние Духа Святого, и многим людям некомфортно, ну, некомфортно, потому что кто-то рядом на тебя смотрит, ты думаешь, что на меня будет смотреть, как на какого-то, ну, человека, который сошел с ума, или что-то еще, надо сдерживать себя, как бы мы пытаемся себя, как бы немножко удержать, в каких-то рамках некомфортно, особенно, когда люди потом делятся, что он переживал, как бы такое прикосновение Божие, там такое состояние, мы боимся признаться своим даже родственникам, что мы ходим на какие-то собрания, где происходят какие-то чудеса, ну, там не леший бродит, конечно же, чудеса, исцеление, там кого-то потрясло и упало, как помню, молились там, и вдруг одна сестра, она подпихает, говорит, Валерий Романович, Валерий Романович, вызывайте скорую, это нехорошо, что человек упал, ну, понимаем, мы это понимаем, но нам как-то неудобно, и знаете, когда ты объясняешь это немножко людям, куда ты ходишь, где происходят какие-то вещи, и сразу вопрос, ты, наверное, пятидесятник, сразу какое-то такое пятно, сразу тебя, раз, странные люди, ну, знаете, наверное, апостолы были намного больше пятидесятники, чем баптисты, наверное, побольше, чем и мы, все, что они пережили там, я думаю, что-то еще, наверное, нужно подумать, но не говорите, что Иоанн Креститель был баптистом, пожалуйста, хорошо, слово баптистом, это погружение, что-то случилось в день пятидесятницы, вы скажете, что вообще случилось, вот мы понимаем, как вот что-то Дух Святой сошел, но что вообще случилось, какие там вообще понимания происходили, что было в этом празднике Господнем, мы как праздник потрясения снопа, и давания нам Торы, мы понимаем, апостолы другого вообще праздника не принимали, другой праздник даже не происходил, было то, что всегда происходило, и то, что они пережили, стало толчком для какого-то шаблона нового времени, помимо того, что Ишуа обещал Дух Святой, что-то больше происходило, что-то необыкновенное происходило, перед тем, как я зачитаю Деяния апостола 2 глава, потому что мы понимаем, откуда все это, и все в церкви будут, и общинах будут говорить об этом празднике, хочу вернуться к пророкам, где произойдет нечто, когда я буду читать, хочу, чтобы вы услышали, а возможно это вам ничего не даст, я не знаю, для меня это дало очень много, и я увидел некоторые моменты, которые Бог хотел открыть в этом празднике, Шаваот или Пятидесятница, Сафония 3 глава, если у вас есть Библия, прошу вас открыть, нету, сделайте отметку, Сафония 3 глава, 9 стих, «Ибо тогда, то есть в этом говорится о времени Мессии, и залью я язык народов, изменю я язык народов, и сделаю его чистым, чтобы все призывали имя Яговы, чтобы служили ему единодушно». Когда я почитал это место, я думаю, ого, секунду, что-то здесь интересно есть, давайте с первого слова, которое мы должны запомнить, «Единодушно». Вы можете сказать, как это единодушно? Одно целое. Они были едины, единодушно. Когда придет Мессия, Бог изменит язык народа для того, чтобы они служили ему единодушно. Аминь? Или это не так? Или пророк не так что-то понял? Я еще раз зачитаю. Сафония, 3 глава, 9 стих. «Ибо тогда, изменю язык народов, ни одного народа, народов, сделаю его чистым, чтобы все призывали имя Яговы, чтобы служили ему, как единодушно». В одно целое. Поэтому следующее слово, которое здесь интересное, говорится в фоне, это, что Бог сделает язык народов чистым. Знаете, что в каждом народе есть грязные слова, нечистые слова? Кто знает это? Ну, как бы еще сказать, нечистые слова, проклятие всевозможное, типа матных слов. Ну, если у каждого народа есть свой гадкий язык. Но здесь пророк говорит, что Бог обещает изменить язык народов, сделать его чистым, для того, чтобы они могли славить его. Единодушно. То есть, народы единодушно. Значит, восстановление, то есть, Бог сделает их, слово восстановление, чистым языком, для народа, который, можно сказать, восстановит им небесный язык. Знаете, почему? Потому что ничего нечистого туда не войдет. На небеса ничего нечистого не войдет. А мы там будем, между прочим, петь. У кого голоса нет, тот станет петь тоже. Мы просто присоединимся, как Венеса, как Розан, как Влад, со всеми будем петь в одну песню, которая нескончаема. Аккорды, может быть, разные, но песня будет одна и та же. Чтобы мы понимали друг друга. Но туда ничего нечистого не войдет. Там будет исповедание, там будет то, что мы будем говорить. И нечистое, ни один язык, то есть, ни одно слово, проклятие, гнилое слово, ну там, матыш, маты или как-то еще назвать, ни туда не войдет. Поэтому очень важно понимать, что Бог восстановит чистый язык для народов, который будет божественным языком для всех нас. Но самое интересное слово в этом порочестве, то есть, изменю. Что значит изменить? Как вы думаете? Там не говорится, что дам им один язык, то есть новый язык. Даже не говорится, что там вообще еврит будет. Понимаете? Ну хотя... Может. Может. Мы все научимся евриту, потому что русский мы уже знаем. Да? Но именно на еврите значит это слово восстановлю. Изменить значит, что-то было сделано, а потом изменить что-то. Восстановить. И хочу вот... Когда я думаю об этом, мне, конечно, много помогает, знаете, изучение или там подсказки некоторых пасторов, служителей. И я, знаете, подумал, Бог говорит, что Он изменит, а не даст новый язык. Он изменит, а не даст. Мы привыкли, что день Пятидесятницы Бог дал новые языки. То есть что-то новое упало нам. И мы там начали говорить там, где пятьдесят апостолы, да? Но почему-то другие люди начали повнимать их. Но нового ничего нету. Что-то произошло. И Сафония говорит, даст, то есть изменит что-то. Бог изменит или восстановит язык народам для того, чтобы они были едины. Едины. И если Бог восстановит или изменит в один язык, то что Он тогда сделает? Что Он сделает? Он Его обновит, да? Как бы обновит. Значит, где-то Он либо отнял, либо поменял. Настолько, что люди стали говорить другими языками. Они не понимают. В истории мира было место, которое называемое Вавилонской башней. А слово Вавилон означает замешательство. Знаете, да? Confused, да? Замешательство, непонимание. На каком же языке они тогда говорили? Честно скажу, не это самое, не еврей, потому что Авраам уже потом появился, и еврейский язык, он пошел, много изменений. Хотя написано, что он был, они говорили на одном языке. Я почитаю. Бытие 11 глава, 1 стих. И был на земле один язык и слова одинаковые. И случилось, что двинувшись они с востока вышли в долину в земле Шинар и поселились там. И сказали друг другу, давайте наделаем кирпичей, обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а горная смола была у них вместо глины. И сказали они друг другу, давайте построим себе город, башню, главою до небес, сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли. И сошел Его посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Запомните это имя Его, потому что это имя Бога, которое было изначально. Он сошел в город, посмотреть башню, чтобы вы понимали, это мы понимаем, как множественное число одного Бога. То есть троица, как сегодня говорят, троица, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И сказал Его, ведь народ один, язык один у них, и вот все, что они начали, они сделают, совершат, все, чтобы они не задумались, сделают, сделают точно. сойдем же и смешаем там язык у них, чтобы они не понимали речи друг друга. И рассел их Иегова оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому наречено имя Бавель, ибо там смешал Бог язык всей земли. Знаете, мы когда думаем об этом, ну, знаете, между прочим, сегодня люди строят многоэтажки до небес. Какая самая большая сейчас? И в том, да, в том же регионе примерно, правда, они не отступили от той идеи построить башню. Но почему-то Бог не рушит их, эти башни, да, там по километрам уже в небесах. Ну, попробуй, я думаю, Бог говорит, ну, попробуй до небес. Куда там еще? Небес, вся вселенная его. Я думаю, не этот принцип, что они хотели построить башню до небес. Вот это как бы себе имя, да. Но здесь очень интересный момент. Тут нужно смотреть на шестой стих. Шестой стих «И сказал Его, ведь народ один, и язык один у всех. И вот все, что начали они сделают, совершат, все, чтобы они не задумались, сделают». И написано точка. Точно сделают. Важность. Помни, что один народ, в словах один единодушен, да, они единодушно были вместе, как один народ. И имели один язык, который помогал им совершать задуманное. То есть, что бы они ни задумали, потому что они были в единстве, в одном, с одним языком, и то, что они захотят, они добьются. Когда Бог увидел их единство, и то, что они одним языком объединены, тогда замешательство пришло к ним. Замешательство. Знаете, вот предлагаемая цель, которую они имели, предлагаемая друг другу, не смогла бы быть осуществлена, если бы у них не было одного сердца, то есть одно единство, движение вперед, и одного языка, чтобы понимать друг друга. сегодня вы замечали, что люди, когда ты им говоришь, у меня есть тебе совет, вот не нужно это, то, третье делать, или же наоборот, это нужно будет сделать, это нужно будет сделать, или то нужно сделать, через время ты смотришь, они сделали совсем по-другому, ты говоришь, слушай, я же тебе объяснил, как это делать, я ничего не понял. Вы замечали, нет за собой такие? Я замечал очень часто, когда пастор дает какие-то прошения, рекомендации, то чаще всего люди, которые там говорят, а я это не понял, я вообще не понял, что ты сказал. Разве мы не на одном языке говорили? А? Ну скажите, а на одном языке говорили, но почему-то мы не поняли. Вот то, что произошло в Вавилоне, они говорили на одном на речи, то есть они говорили языком, но они четко не понимали, что произошло. Бог разделил их сердце. Они перестали понимать то единство, в котором они шли для достижения цели, и они не понимают друг друга, просто оставили дело. То же самое происходит и сегодня. Бог что сделал? Они потом поговорили, поняли, что произошло, говорили они на общем языке, но не могли договориться. В окончательном результате ничего не построили. В Деяниях апостола, 2 главе, мы читаем, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Помните, там они тоже были единодушны вместе. Дальше, внезапно сделался шум с неба, как бы с несущего сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. Тора, шум, движение, Бог дает слово, Бог дает закон, Бог дает сегодня дух. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почти по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Они вдруг начали говорить, как будто на иных. Иных, как будто нам говорят новых, или других языках. Но еще я повторю, что Бог говорил, ведь народ один, язык один у всех, и вот все, что они начали, они сделают и совершат. Язык и единство. Апостолы были единодушны вместе. Тот праздник, когда Бог давал Тору, когда потрясение было пшеницей, они были единодушны вместе, в одном состоянии празднования Дня Божьего, праздника Господня, и вдруг произошло нечто, о чем пророчествовал и языки, и мы говорим о Давиде, мы говорим и о Сафонии. Вдруг происходит нечто. Ничто не сможет им помешать, когда они единодушны вместе, и у них один язык. и в Сафонии Господь пророчествует говорить о восстановлении чистого языка народом. Народом. Почему я говорю? Дьявол фактически ненавидит то, что происходит с того времени. С того времени происходит нечто, народ, который боялся, да, и ходил во тьме, получив то обновление Духа Святого, 120 человек, когда исполнился Духа, они пошли благовестить и прошел переворот за малое время всего мира того времени. Дьявол ненавидит это, потому что люди стали смелые, дерзновенные, знали Бога, не боялись смерти. Понимаете, произошло что-то особенное в жизни людей, и это важно понимать. Когда это произойдет, они будут едины. Когда это произошло едины? С чистым языком и задумайтесь, что этот язык, он чистый от Бога. И он, Дух Святой сегодня ходатый, с воздыханием неизреченным за нас пред Богом. Он воздыханием неизреченным говорит Богу тайны, которые есть. Если вы скажете, ну, разве не чисто у нас бывает в сердце? Да, не чисто, но он ходатый стоит, он не может ходатайствовать не чисто, он чисто ходатайствует за нас. Бытие 11, 27 стих ибо говорится о том, что сойдем же, смешаем там языки их, чтобы они не понимали речи друг друга. Друг друга. Возможно, знаете, вот как я уже говорил, из слова Элохим. Элохим. Множество на число. И тогда, и сейчас, в день Пятидесятницы сошел Дух Святой Элохим. В этом люди называют Троицей. Бог сошел для того, чтобы нам возвратить, вернуть чистый язык неба, чтобы мы были едины. Я так понимаю. Возможно, я ошибаюсь. Для некоторых окажется каким-то юридическим состоянием, что я приписываю сюда то время возле Бавилона, да, это построение башни. Но послушайте, я верю, что Сафония пророчествует то, что произошло уже в Деяниях Апостолов. В то же время Рохах Элохим, не шедший на место во время Шаваота для того, чтобы объединить апостолов, сделать их сильным, соединить их языком небесным. Верушалайме, пятый стих, я продолжаю Деяние Апостолов, вторая глава. Верушалайме находились религиозные евреи со всех народов. Куда Бог их рассеял при башне? По всем народам. Они как народ рассеялись. Здесь со всех народов они пришли на поклонение Богу, да, и когда они услышали этот звук, собрались много людей, все были в недоумении, и тогда они недоумевали, что тут говорит, и как они говорят, да, но каждый из них услышал, как верующие говорили на его родном языке. А поймите, что дальше говорится. О чем они говорили? О чудесных делах Божьих. Что там нечистого? Абсолютно ничего. Языки, о которых говорит Сафония, да, и Бог, который возвратит к народам, сделает их едиными. Если мы посмотрим, что Бог рассел людей, то здесь Бог собирает день Пятидесятницы, для того, чтобы они стали сильными. Люди были в недоумении от того, что происходило с учениками. Люди были в недоумении, когда говорили на одном языке друг к другу во время Вавилона и не понимали друг друга. Вавилон стал прототипом нечестия и нечистоты, унижения. А Иерусалим городом великого царя святыня для Бога. Что-то произошло особенное, неудивительное. Вопрос последний, который можем говорить. Мы празднуем праздник Троицы, Пятидесятницы, как бы оно нанизывалось сегодня, но можем ли мы пережить это состояние, о котором говорит Сафония? Можем ли мы? Потому что чаще всего и говорится о том, что в исторических церквях или же учеными этих церквей, религиозных людей, религоведов, о том, что деяния апостола как раз это время, когда Дух Святой действовал. И они входили, проповед Евангелие на другие народы, на языка, которые они получили, благовествовали, дошли до концов земли и со смертью всех апостолов, все остальное умерло. Все. Не нужны уже больше ни языки, ни испытания или переживания Духом Святым уже не нужно, потому что в каждом народах были уже верующие, и оттуда нужно было проповедовать. Мне жалко, что люди так думают и лимитируют Божью силу и славу, потому что Бог вчера, сегодня и во веки тот же, Он не изменяется. Почему на них было такое большое счастье, а для нас нужно страдать не имея силы? Я не думаю так, потому что бияниях апостолов говорят очень удивительные вещи, и тогда, итак, пусть весь дом Израиля твердо знает, что Элохим сделал его, то есть Ишуа, и Адонайом, то есть господином, и Машиехом, того самого Ишуа, которого вы наказали. Эти слова сделали их, зацепило их за живое, и они сказали Кифе, то есть Петру, и остальным апостолам, посланникам, братья, что же нам делать? Другие пришло сокрушение, что они распили вещенного Мессия, что нам делать? Как, наверное, и Иуда, который от того, что узнав вообще на самом деле, кто он такой, пошел удавился, что делать? Кифе отвечал им, отвернитесь от своих грехов, возвратитесь к Элохим, и каждый из вас пусть примет погружение власти Ишуа Мессии для прощения грехов, и дальше, и вы получите дар Руах Кахудеш. Вы получите этот дар, потому что это обещание, Друзья, услышите, следующее, это обещание, но вам, он говорит, не нам, он говорит, вам, вашим детям, и всем дальним, имеется в виду, не дальним родственникам, а всем тем, кто будет жить после вас, всем тем, кого призовет Бог, Егова. Этот дар, он переживает сегодня. И мы должны понимать, что день 50 это не просто то, троица, где-то пойти, как-то красиво это провести, это время именно получить, получить обещанное, получить восстановление, которое Бог говорит, я дам им чистый язык, народам, не Израилям, я не дам новое, я восстановлю чистое, уберу все скверное, дам язык единства, чтобы когда они будут едины, и все, что они задумают, они смогут сделать. Как вы думаете, первоапостольская община стремилась к высотам на этажах, шикарным каретам в виде Мерседеса? Нам это все необходимо для хорошей жизни. Они стремились к тому, чтобы это слово, которое они получили, достигло людей. Он проводил также множество других доказательств, настоящего убеждал их, спасайтесь от этого разращенного поколения. Мы также знаем, что Павел, Рав Шаул, пришел в Еферс, и там были мессианские верующие. Он спросил у них, приняли ли вы Духа? Такого не слышали. К Яну крещение точно, ну, понятие покаяния. И он тогда провел их через ствелу, через объяснение. Они поняли, что Бог восстанавливает и были погружены в это присутствие Духа Святого. Что можно сказать о переживании Пятидесятницы? Это исполнение обетования Бога для своего народа. Из всех народов. Из всех народов. Чтобы восстановить скинию Давиду падшую. Чтобы взыскали его все народы. Это исполнение порочицы Иоиля и Сафонии. Восстановление единства верующих для достижения одной цели. Цели, которую оставил наш Машеях. Помните когда я начал серию проповедей о Шаваоте я спросил какие последние слова были Ишуа. И большинство людей понимают из Марка что Ишуа говорит идите по миру. Иди по всем сторонам проповедуйте Евангелие. Конечно же Марк написал последний главе 15 стих и сказал идите по всему миру проповедуйте Евангелие всей тварь. То есть всем людям всему творению даже кошкам собакам проповедуйте им Евангелие. Когда он гавкает не лая покайся. Научитесь на них людям будет легче. Идите проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься спасен будет. А кто не будет веровать осужден будет. У верующих будут сопровождать сии знамения. Именем моим изгонять бесов будут говорить иными языками будут брать змей. Если что смертоносное выпьют не повредит им. Возложат руки на больных и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо водесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. И написано Аминь. Но мы знаем, что между вот этим моментом вознесением пятидесятницы нужно было ожидать и ожидать это было в молитве. Знаете, для меня очень важно, чтобы мы понимали, день пятидесятницы это время, когда мы приняли единство и один язык. И что бы мы не захотели, что бы мы не стремились, что бы мы не поставили перед нашей целью, мы это достигнем. Не потому, что нам что-то необходимо, чего-то нам не хватает, а потому, что та проповедь Евангелия, которая оставила нам Ишуа, проповедь единства, проповедь именно покаяния, что Ишуа есть Мессия, влечет нас делать эти действия и ничто нас не остановит. Ни смерть, ни ад, ни какие-то ситуации. Апостолы всего отреклись, да, как будто, но они были снабжены всем необходимым. Но они проповедовали Евангелие и со знамениями, чудесами. И это принадлежит сегодня верующим людям Ишуа Мессия, независимо от динаминации. Слушайте, независимо от динаминации. Динаминация это часть как бы отделения. Меня спрашивают, почему люди такие разные? Мы тело, но мы разные. Я верю, что, простите, так как бы прямо говорить, я верю, что эти дары должны быть и части вот этого момента и в католической церкви, и православной. Я верю, что и в синагогах должно это происходить, и в протестантских общинах. Я верю, что и адвентистов, субботников, лютеран, и общины, которые исповедуют Ишуа, личным спасителем, который пришел от Бога, сошел и родился от девы, да, мы говорим, именно беспорочным зачатием, умер и воскрес для нашего оправдания. Если это нас единство соединяет, тогда и рождение свыше, с крещением Духом Святым, для того, чтобы у нас был один язык чистоты, единства, сможет нам дать силы проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие. Что такое Пятидесятница? Исполнение того, что Бог обещал. Я восстановлю, Я верну всем народам чистый язык, чтобы они единодушно славили Меня. И сегодня, если вы задумаетесь, действительно Пятидесятническое движение мы называем, или же излияние Духа Святого проявляется в каждой номинации. Не только, когда началось Пятидесятническое движение в 1901 году. Это только было сильнейшее такое, как бы, явное движение, и оно не называлось даже Пятидесятническим движением. Это люди, которые были из лютеран, которые были из баптистов, которые были из там еще есть амишев, еще других. они пережили что-то новое, за что были оклемлены. Людям страшно стало, потому что дьявол ненавидит это все. Он всячески пытается оттолкнуть, потому что новое всегда для людей страшно, но это не новое. Это исполнение этого пророчества, которое Сафоний оставил нам. Поэтому ревнуйте. Ревнуйте быть в Божьем Духе. Ревнуйте говорить на языках. Ревнуйте быть в единстве. Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте, потому что это то, что Бог обещал. Это ваш дар от Бога. Спасение да, сто процентов, но Пятидесятница, пережитая сегодня, сделает тебя сильным для завтрашнего дня. Это твой день. Мы сейчас станем вашим многим. И если вас это касается, то, что я говорил, и возможно, каждый из вас придет и посмотрит у себя дома, все-таки что там происходило. Я хочу сказать теми же словами, которые оставил Ишуа уже как бы больше с еврейским уклоном. Затем он сказал им, когда вы пойдете по всему миру, провозглашайте Бесаратова весть добрую всему созданию, всему созданию. Нет низких, нет чересширь высоких, имеется ввиду недостижимых людей. Павел стоял перед царем Гриппой, тот говорит, ты почти убедил меня. И там произошло чудесные вещи, да? Один кричал, то, что он говорит, ересь, не слушай его. И тут Павел сказал, чтобы ты это можно сказать как проклятие, да? Нет, говорит, не будешь видеть. И царя Гриппа говорит, ты почти меня убедил. Нет препятствий для нас в целях. Павел знал, куда идет. Он знал, что он будет казнен. Но это не мешало ему благовествовать, благословлять, исцелять. Даже когда змея вцепилась ему в руку, он ее посустряхнул. Ждали, что он умрет. И вдруг настал день Пятидесятницы. Он знал, кто они потом удивлялись, потому что Дух Бога был на нем. Он не проклинал языками змею. Нет. Он славил Бога. В тюрьме они прославляли Бога. Как прославляли? Еврите, греческом, арамейском, да? Может быть, на французском. Я думаю, что самое легко и самое лучшее и свободнее, когда ты славишь его на языке неба. Потому что он исходит изнутри. Это наша победа. Это то, что внутри нас. И ты знаешь, что ты уверен в том, что Бог с тобой рядом. завтра день Пятидесятницы или Троицы. А сегодня преддверие просто слово для каждого из вас испытывайте. Испытывайте Бога. Просите, и да, она будет вам. Потому что Библия говорит о том, что они будут говорить. Они не может быть, они будут. И Сафония говорит, Бог хочет изменения нового языка для народов. Это Троица. Вот залог Троицы. Бог возвращает свое обещание. Спасибо, Абба. Спасибо, Абба. Спасибо, Абба. за добрую весть бесуха то вам, что мы Твои. А если мы Твои, мы запечатаны кровью Агнца и его Духом. И Ишуа сказал, возьмется от меня и дастся вам. И как прискорбно видеть, что люди, которые доверяют Богу, боятся того, что его подарки, его дар Святого Духа сможет сделать в них. Потому что этим же Духом Павел был остановлен, чтобы не делать одного или другого. Этим же Духом был впечатлен, чтобы наоборот выговаривать и говорить и действовать и ходить и благословлять. Симон, Иван и шли на молитву и сказали тому, кто не мог ходить, нет у нас серебра и золота, нет у нас денег, чтобы помочь тебе на лекарства, но что имеем, то и даем, что не ходи. если бы сегодня это время для нас перестал страх быть оградой, Боже, что бы происходило на земле? Климо нео, беддесятники нео, другие, которым пугает людей, могло быть просто разрушено, мы принимали этого Духа, мы были Вадимы тобой, мы бы точно знали, куда пойти и кому послужить, мы бы точно знали, что ты будешь делать, потому что ты ничего не скрываешь от рабов твоих, пускай этот руах, который ты обновил и злил в день пятьдесятник не сошел на пост, чтобы они были смелы, что этот руах сегодня действовал в нас, в единстве, в одном языке веры, в одном языке понятия, в одном понимании, с тем проявлением даров, которые ты оставил в своей общине, производило многое учеников твоих. Дай нам проповедовать Евангелие, каждой твари. Аббас излей сваруах. Шмар Исраэль Адонна Элоэйну Адонна Эха Адонна Элоэйна 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 Элоэйна